как вы понимаете алексей вот я с вами тематически да у нас тематический фон с вами у нас тематический фон к нам пожаловала а вы с роликом вы с каким-то кроликом к нам пожаловала госпожа бани мэлон вот собственной персоной я пью холодный чай а я пью у меня там есть этот как его называется вот когда мята ром и что там еще добавляется вот потому что нам сегодня предстоит все-таки большое путешествие нам придется и на карибы и по америке поездить в общем я подготовился к карибам вот ура очень хочется в саду провести мы начнем мы начнем мы начнем с вас кирилл да кирилл вот в этот раз мне придется говорить мне придется говорить больше чем чем вам вот мне приходится расплачиваться вы захотели мне приходится расплачиваться в течение двух вечеров что-то таинственно нашептывали нашептывали красоты вот знаменитый бани мэлон происходящий из знаменитой семьи замужем за представителем знаменитой семьи и так кирилл ну давайте да тогда я чуть-чуть вводное про интерьеры расскажу про нее это чуть интерьера основное про замечательные сады алексей тогда подхватит вот смотрите мы сегодня будем говорить что такое может быть россия не очень известную такую фигуру как бани мэлон ее изначально ну бани как бы придумана именно на самом деле ее звали рейчоу мэлон да такое огромнейшего филантропа и вот алексей будет рассказывать про сады ну просто чтобы маленькое такое вступление значит вот бани мэлон в четырнадцатом году умерла в возрасте ста трех лет да в общем все ну окроме валентина да как бы все остальные наше посещение которое у нас было четыре предыдущих посещения в общем все такие долгожители да как бы я хотел бы отметить что 98 что бани мэлон прекратила заниматься садами лишь в 2011 году то есть она как сказать выронила тяпку из рук в возрасте 100 лет вот я не уверен что она выронила ее вот так что но смотрите бани мэлон изначально происходила в общем из всех наших таких как бы участников что называется изначально происходило давайте оставим эту фотографию чуть-чуть ее пока оставим происходила сама и до своего второго брака с полмэлон она происходила из такой достаточно состоятельной семьи да то есть ее дедушка изобрел листерин да а отец возглавлял такую компанию жилет то есть это вот эти вот бритвы вот поэтому она сама как бы с неким таким background вот и второй ее брак в 30 в 38 лет она вышла замуж второй раз она вышла замуж за человека по имени полмэлон полмэлон это был сын такого крупнейшего совершенно финансиста по имени энджу мэлон который умер в 37 году энджу мэлон умер основателя ну может быть не совсем основателя его отец основал этот банк ну основного человека который собственно сделал этот банк таким огромным которым является на данный момент мэлон бэнк один из таких крупнейших банков Америки вот и отец ее мужа да вот отец этого ее мужа полмэлон энджу он был три раза министром финансов вот потом он был послом в великобритании и что самое интересное наверное что нас больше всего интересует но оченьимо он там был один из учредителей на национальной галереи в Вашингтоне национальные галереи в Вашингтоне это такая огромнейшая картинная галерея вот и собственно говоря рембрант который находится в Вашингтоне кромя 2 2 рембрант которые находятся в Вашингтоне в национальной галерее щи были купленными не мэлоном у Феликса Есупова да вот эти вот две знаменитые картина, которая удалась вывести, вот, а остальной Рембрандт Энджу Меллан купил у советского правительства, когда советская правительство распродавало часть коллекции из Эрмитажа, и вот, собственно говоря, вот эти вот Рембрандты от Меллана национальной галереи, это вот бывшая картина Рембрандта, которую вышли в Эрмитаже, вот, и поэтому в 38 лет Банни Меллан выходит замуж, да, Пол Меллан, в 37-м году Пол Меллан становится вот наследником, он единственный сын своего отца, и, чтобы мы понимали, в 37-м году он получает 400 миллионов долларов в состоянии, то есть это что-то, это запредельная сумма, да? Да, это порядка, по нынешним временам, порядка 8 миллиардов долларов. Да, но, понимаете, как бы вам сказать, 8 миллиардов это гигантская, огромнейшая сумма, но сейчас в мире существуют люди, у которых 50 миллиардов, да? А вот раньше, как бы, 400 миллионов, это было, ну, это было, в принципе, вверх того, что могло быть в принципе, да? Да, если мы помним, муж Брути Эста в 12-м году получает 200 миллионов, после того, как его отец погибает на Титанике, да? Вот, там, 23 лет спустя, 400 миллионов, это огромнейшая, огромнейшая сумма денег, вот, и за свою жизнь вот ее муж Пол Меллан и Банни Меллан передали в Национальную галерею. Почему Национальную галерею? Поскольку отец мужа, собственно говоря, был соуснователем Национальной галереи, поэтому вот здесь они стоят, они передали более тысячи экспонатов, да, включая, коллекция была громадная, включая Сезанна, включая Ван Гога. Так что, так, Кирилл, давайте мы продолжаем. А, слышно, да? Слышно? Да, да, да. Да, ну вот смотрите, более тысячи предметов, да, за всю жизнь было передано Банни Меллан и вот ее мужем Пол Меллан в собрании Национальной галереи в Вашингтоне, вот, среди которых были, да, там и картины, вы видите, Сезанна, и Ван Гога, вот, и здесь, собственно говоря, вот здесь они стоят вместе в 78-м году открылось новое здание Национальной галереи, которое они спонсировали, вот, частично, собственно говоря, на их деньги сделанное, с АМП, известным, да, очень американским архитектором китайского происхождения, который сделал это здание. Здание феноменальное, нереальное. Я был в здании, это просто, ну, просто рот, вот, феноменальное здание. Вот, поэтому, если у кого-то есть возможность посетить здание Национальной галереи, новое здание, обязательно это сделайте. Вот, и, да, это, мы вот перемещаемся, значит, Банни Меллон жила в Нью-Йорке, и большую часть времени, наверное, проводила в своем поместье за городом, но мы начнем с Нью-Йорка. Банни Меллон из всех наших участниц и наших вечеров была действительно очень близкой подругой Джекланд Кеннеди, мы помним, что Джейн Райсман, собственно говоря, познакомила декоратора Стефан Будан с Джекланд Кеннеди, и после этого Стефан Будан декорировал Белый дом. Мария Ланьелли очень, честно, дружила какое-то время с Джекланд Кеннеди. Но вот Банни Меллон действительно в течение всей жизни была очень-очень такой близкой подругой Джекланд Кеннеди. Вот. И жила она, и последний раз мы с вами расстались у Валентина на углу 5-й авеню и 70-й улицы, и буквально три квартала мы вернемся вглубь Манхэттена. Чуть-чуть не пройдем квартиру Брукееста на парк авеню и 73-й улицы. И вот на углу, практически на углу парк авеню и 70-й улицы находится вот этот вот такой дом, такой особняк белого цвета. Дом занимает практически два дома по ширине, да, очень большая редкость в Нью-Йорке. И вот такой вот французско-абсолютно какой-то сельский такой очень нетипичной архитектуры для Нью-Йорка такой дом. Вот, собственно говоря, вот это вот и есть дом Банни Меллон. Вот внутри, а можно вот, вот это такая, значит, ну, чем была эта, да-да-да, да-да, Алексей, да, давайте. Но мы потом, когда мы будем говорить про сады, да, мы вернемся к этому дому еще. Да, станет очень понятно, да. Все такое очень простое. Основная идея Банни Меллон была, я вот очень хорошо знаю декоратора, который был вот последние лет 15 декоратором Банни Меллон, такой замечательный декоратор в Нью-Йорке, его зовут Дьюис Бадд. Вот. И весь образ, да, ну, как бы Банни Меллон больше известен как бы своими садами, да, и коллекцией искусства, но вот весь образ интерьера, да, это такая вот абсолютно, она говорила своим декораторам, что вот она хочет, чтобы вся вот эта вот мебель и вот все, что вот было в интерьере выглядело, как будто бы это вот только что принесли из чердака, да. То есть это все такое вот специально неидеальное, такое все потертое, немножко не реставрированное, все ковры, какие-то сизалевые ковры в каких-то заплатках, все такое расслабленное, очень много каких-то цветов в глиняных горшочках, все такое немножко французско-прованское, такое крашеные полы, вот эти вот замечательные, я всегда люблю вот эти вот стоян слайд, да, то есть вот это вот крашеное, как-то рисунок, переводной рисунок на пол, вот, поэтому все такое очень простое, да, такое очень простое, такая идея естества, Алексей потом будет говорить про сад, да, вот как бы вот эта вот идея естества сада, она явно, в общем, она, собственно говоря, отражалась в интерьере, а можно вот следующее, моя самая любимая фото-комната, это вот эта столовая с синими стенами. Столовая с синими стенами, одну секундочку, мы сейчас к ней вернемся, вот она, да. Да, вот, ну, немножко чуть-чуть, может быть, не очень удачно стандрированная фотография, но опять-таки, да, всю подборку фотографий, как и всегда, на всех наших лекциях, можно, если вы зайдете на мой сайт кирилловсомин.ру и зарегистрируетесь, а те, кто уже зарегистрировался, тем будет это выслано, мы вам завтра вышлем полностью подборку всех фотографий, да, как бы полностью всю эту презентацию, даже чуть больше, там, будет фотографий, тем, которые вы сейчас видите. Вот, это такая знаменитая очень столовая, вот в этом вот доме, с синими стенами, с такими белыми полосатыми какими-то шторами, да, очень какая-то красивая, видите, как вот эти вот шторы сверху, да, вот они подходят к этому карнизу, все такое без подкладки, такое воздушное, опять вот эти вот горшочки, белый катер, такое все очень французское, да, французская история вот сквозь всю жизнь фигурировала, да, у Банни Меллэн, она очень тесно дружила с Овер Живанши, да, и очень много, собственно говоря, носила его каких-то куперных платьев, и очень тесно они дружили. Собственно говоря, Алексей потом расскажет, она делала сад для Шато Живанши под Парижем, и вот это вот какое-то французское естество, вот это вот все, все дома очень такие вот французские, да, такое вот, поэтому вот эта вот дружба Живанши как бы немножко даже вот повлияла, мне кажется, на все это. Ну, еще обратите внимание, что это все, действительно, все ее интерьеры, в них абсолютно неразрывна связь сада и интерьера, то есть они настолько легкие, даже несмотря на то, что это все-таки там дом в Нью-Йорке, да, это все напоминает, все ее интерьеры одновременно напоминают какие-то вот легкие садовые павильоны, то, что, например, вот в ее нью-йоркской квартире. Это в Нью-Йоркской, вот в Нью-Йоркском доме, действительно, я прямо несколько раз перепроверял, действительно ли это в Нью-Йорке, поскольку это абсолютно садовая история, такая комнатка, которая такая баскет-баскет-ром, да, как бы комнатка вот этих вот плетеных корзин, да, и дальше мы еще в ее поместье перейдем, там целый павильон будет таких, как бы из этих корзин. То есть все про сад, и, как и Алексей Прав, вы еще время хотите эти интерьеры, может быть, они не самоценны, а, наверное, вот Алексей, наверное, Прав действительно является какой-то прелюдией к тому, чтобы открыть вот эту дверь и выйти в сад, да, то есть прелюдией вот к этой садовой истории. Всегда в интерьере было очень много живописи, и, я не знаю, намеренно это или это совпадение, огромное количество картин, которые изображали, собственно говоря, сады, да. Вот работа Мане, да, которая тоже изображает, насколько я помню, это был портрет, портрет, как же это, поэта, портрет шотландского поэта, я не могу вспомнить сейчас его фамилию, в саду, вот. Вот, сейчас мы с вами переедем. Вот, такое, как бы, и вот, ну, опять-таки, мы немножко чуть-чуть поговорили про Нью-Йорк, и основная загородная резиденция, да, было очень много домов, но основная загородная резиденция Банни Мерлен, это огромнейшее поместье в штате Вирджиния, да, это штат рядом с Вашингтоном, городом Вашингтоном, вот. Поместье было огромнейшим размером, да, было 1600 гектар занимало поместье, сам дом был не очень большой, да, это были целая серия таких маленьких коттеджиков, вот, но сам дом был не очень большой. А у нас там есть даже, у нас там есть и планировка дальше сада и дома. Да, вот, вот, это его знаменитый портрет, где она в саду, вот, вот это огромнейшее совершенно поместье, да, который выходит за горизонт, просто нереально. Вот это вход в ее дом, тоже, опять-таки, да, вот этот пол, выложенный такой кирпичом, ровно как дорожки в парке, вся мебель такая очень, немножко даже такая, не то чтобы скандинавская, даже прям вот французская. Вот обратите внимание, вот это вот гостиная, да, обратите внимание на ковер, да, это вот этот всезалевый ковер с какими-то заплатками, с какими-то пятнами, все это такое очень вот, как будто бы было в этом доме всегда, да, то есть здесь как будто бы вообще декоратора не было, хотя здесь был декоратор, это как бы понятно. Но есть, конечно, более современная история, да. Да, да. А вот вы могли бы вот с этого начать? Да, да, да. И вот, значит, отдельно, это очень интересно, да, значит, вот отдельно рядом с домом на этой территории было построено 80-е годы, она заказала такой современный, некий конструктивистский такого стиля, такой пабельон, специально для того, это пабельон-библиотека, который был сделан специально для того, чтобы хранить ее самую большую коллекцию книг, садовых книг по садам и паркам в Америке 13 тысяч томов, включая некий такой знаменитый том, садовая такая книга президента Вашингтон про его собственный сад. Значит, вот здесь вот хранится вот эти вот 13 тысяч книг. Я немножко закрываю. Вы чуть-чуть ее закрывайте, но можно посмотреть вот здесь Бенни Меллан сидит вот в этой своей библиотеке. Очень много искусства. Искусство здесь не очень видно, поскольку вот эта Раска, ее любимая художница, она как бы была большим коллекционером Раска. По-моему, я так думаю, что это самая широкая картина Раска, которую я вообще когда-либо видел. Она на противоположной стене, как вы понимаете. Она на непротивоположной стене. Да, вот это гигантский Раска. И все было такое очень как бы... Вот лучше, да? Вот я на месте Раска. Вот право чуть-чуть виден. Все такое естественное, естественный цвет дерева. Все как будто бы было. Кирпичная кладка. При этом все, конечно, феноменально. Свет вот эта мебель в белых чехлах. Опять-таки, да, Морелла Аньела — это плетеная мебель. Здесь будет много плетеной мебели. Банни Меллан очень любила всю мебель в таких белых чехлах. Да, и мебель в белых чехлах. Если потом кто-то просто заинтересуется, да, Живанши и его шато под Парижем, там очень много мебели именно в белых чехлах. Очень много каких-то столиков Жакаметти. У Банни Меллан тоже были такие разные красивые столики Жакаметти. И, конечно же, шик вот этого всего заключается в сочетании Раска, Жакаметти, мебель в чехлах, плетеной мебели. Вот это вот все такое вот из святых горшочков. Ну, это, конечно, ультрасовременный, абсолютно ультрасовременный интерьер, несмотря на то, что это 80-е годы. И очень личностный, да. В этом интерьере нету концепции с точки зрения, что интерьер главенствующий, а клиент как бы второстепенный. Да, интерьер очень личностный. В то время появляются какие-то вот на первом плане, на переднем плане, если вы видите, да, какой-то стульчик с ротанговым каким-то, какой-то спинкой французской, которую, наверное, архитектор бы никогда сюда бы не поставил, да. Но все такое личное, все такое вот как бы вот про жизнь, да. И вот это, конечно, и опять вот это знаменитое вот это вот некий садо, вот этот баскетром, да, это вот павильон из корзинок. А вот там было, и вот здесь, а вот есть у вас другая фотография вот этого павильона, там, где висит брат? Нет, я не видел эту фотографию. В этом же павильоне. В этом павильоне, да, вот эти все гигантские корзинки подвешенные, да, вот здесь, вот там вот дальше, в самом конце, где сейчас висит вот это что-то круглое, да, это какая-то круглая тоже корзиночка. Вот раньше там висела картина брака, и все это, и раньше здесь была там другая фотография, можно будет увидеть у нас презентация, здесь проводили они советы директоров ее фонда. В Банни-Мэллон был очень большой фонд, и, собственно говоря, на Сотбейс коллекции ее было продано под 300 миллионов долларов все, что продавалось, суммарно это около 280 миллионов долларов, потому что достигла такой суммы, и все это пошло в ее фонд, и далее фонд распределил очень большое количество, этих средств между разными, то есть это и национальная галерея, и какие-то разные институты, которые она поддерживала, вот очень много связанное с садами, и вот здесь, под вот этими корзинками, проходил, все время проходил совет директоров ее фонда, и там есть некая фотография, где такие, там вот были такие стульчики милейшие, и вот такая накрыта белая скатертью стол, и у каждого была такая ручка и блокнотик, и вот они сидели, вот в этой баскетром, вот в этой комнате для корзинок, и завещались. Вот. Ну, давайте мы сейчас, может быть, начнем с какой-то, скажем так, предыстории, да, с чего вообще началось увлечение, тогда еще Рошель Ламбер, да, увлечение садами. она еще ребенком наблюдала за работой такой прославленной американской фирмы, она так, она называлась, быть, если не точь, не, Олмстед Брадерс. Это фирма, которая просуществовала с конца 19 века по 2000 год, и если вы просмотрите список садов, которые оформлены на это фирма, то он будет абсолютно поразительный. Это порядка 350 памятников садовой архитектуры по всем, по всей территории Соединенных Штатов Америки, от частных домов до, по-моему, это такие резервы, как Great Smoky Mountain, Yosmith Valley, многие национальные парки, и для того, чтобы иметь просто небольшое представление о том, как выглядели сады в то время, это примерно фотографии начала 20 века, это никакого отношения к Меланам не имеет и к Ламберам, но это, собственно говоря, сад, один из частных садов, которая была создана этой фирмой, для того, чтобы вы примерно понимали, как тогда выглядели сады, и, в общем, еще ребенком она наблюдала за работой этих людей, и это произвело на нее неизгладимое абсолютно впечатление, но в своих работах, как это ни парадоксально, ну, наверное, для американцев это тоже, наверное, свойственно, она вдохновлялась той же самой Францией, садами Ленотра, и такого не очень известного садовника, вернее, даже скорее, не садовника, а юриста по образованию Жан-Батист де Кентиньи, он был адвокатом, агрономом и автором огорода короля, собственно говоря, того самого огорода короля, это в 17 веке, это огород короля, который был построен для того, чтобы поставлять продукты к двору Людовика XIV на месте сада Людовика XII, ну, то есть Версалия, и мы к этому саду еще вернемся, вот с того, с чего она начинала, будучи ребенком, то стало одним из, ну, наверное, пиков в ее карьере, мы об этом немножко поговорим, и так, это Oak Springs Farm, да, мы возвращаемся в Вирджинии, это постройка, конечно, 80-х годов, но, собственно говоря, вот так полуформально, полунеофициально выглядел один из садов на территории Oak Springs Farm, у меня есть планировка этого сада, нет, где-то у меня, знаете, когда сохраняешь в ленту фотографии, но мы потом к ним перейдем, но, собственно говоря, вот то самое повелнене, а давайте вот про это, вот у вас еще такой, другой вид, этот, а потом другой, давайте это, давайте вот это, вот этот, вот я сейчас вкли какое-то разговару Алексея, я буду отвечать за интерьером, а Алексей отвечает за Красиво, Вот, смотрите, это такой маленький павильончик, да, который построен был тоже на территории сада, вот там вот из павильона, видно, ведет такие вот, такая очень длинная такая аллея с перголами. Вот она, это аллея, это Банни Мэллон. Вот под этими перголами, если вернуться обратно, если обратно вернуться, то вот вы попадаете вот в этот маленький, очень небольшой такой крошечный павильончик. Вот все, что вы видите, да, вот эти вот полки, вот с этими подвесными засушенными какими-то букетами, корзинками и все прочее, все это нарисовано, да. А вот за этими, за вот этими рисованной росписью, да, которая имитирует как будто бы это вот реальная история. А вот, Алексей, а вот дальше вы показывали? Вот, видите, вот это вот, все это шкафы, да, они раздвигаются, вот эти шкафы, и все это превращается в такую комнату, где Банни Мэллон пересаживала что-то в горшки, какие-то растения, она там подрезала какие-то цветы, либо там ставила в вазы какие-то срезные цветы. То есть это полностью такая вот, как бы, очень практичная такая комната, но все это пряталось, да, вот этой вот, вот этой вот феноменальной росписью. Мне безумно нравится, мне кажется, это очень круто, очень круто, вот эта вот тема голландской вот этой живописи, да, вот этого обманок, вот эта вся история обманок, вот это прямо круто, это очень красиво. Ну, это действительно, конечно, во-первых, колоссальное поместье с огромным количеством различных садовых затей, что было характерно, конечно, в том числе и для садов XVIII века. С вот этим знаменитым ее, ну, как бы, с ее теплицей, где находились формованные растения, вот ее знаменитый портрет на фоне этих формованных топиариев. В глиняных горшочках. В глиняных горшочках, да. Используйте длинные горшочки и не бойтесь плесени. Чем больше плесени на ваших горшочках, тем изысканнее это выглядит. Естественно, это красиво выглядит на каких-то красивых концах. Но на самом деле, что произошло дальше, вот в это поместье в 1958 году приехала чета Кеннеди, и с этого начался, ну, наверное, самый большой проект сада. Не такого большого по размеру, но это, наверное, самый известный сад в Белом доме, частный сад Rose Garden, который был создан еще в 1902 году Эдит Рузвельт, и тогда он назывался Colonial Garden. Как вы видите здесь, в общем, это скорее сад для прогулок. Впоследствии Эллен Вилсон в 1913 году переоформляет его даже на президента Уилсона в таком, скажем так, более регулярном плане. И в 1961 году Джон Кеннеди просит Банни Мелом заняться этим садом, как он называет Rose Garden. Маленькое такое, это пока внутри Белого дома Стефан Будан, по рекомендации Джейн Райтсману, которыми мы были первый раз, передекорирует Белый дом после того, как Sister Parish, где мы, которая сделала квартиру Бруки Эста, была уволена после того, как, да, после того, как прыгали на диванах в ботинках, вот, была уволена, и Стефан Будан делает декорирование за Джон Кеннеди. А вот в это время в саду вот что у нас происходило. Видите, как у нас все связано, видите, вот так вот, что связано. Вот очень характерно, опять же, то, что она возвращается к регулярному французскому саду, но сажает характерные для Америки растения. Есть фотографии, вы знаете, очень странно, я не... Я хотел маленькую ремарку сказать, маленькую-маленькую ремарку про то, что говорит Алексей, чтобы было понимание. Все эти сады полностью, спонсирование Банни Мелон самой, сады в Белом доме и сады, которые потом Алексей будет говорить, в Версале, огород короля Версале, полностью сделан на дотации Банни Мелон полностью, да. То есть это не выделено государством какие-то деньги, поэтому она же их придумала, она же их спонсировала. Это не деньги налогоплательщиков, есть очень красивые фотографии семьи Кеннеди в этом саду, очень много фотографий Джона Кеннеди-младшего, вот, ребенком на фоне, в основном тюльпанов, ну, как бы в архивной фотографии фиксируют. Из-за которого Систэпериш, до свидания. Да, вот. Но, тем не менее, этот сад существует в том же самом виде и сегодня. Вот эти американские растения, американские деревья, американские цветы дополняют, ну, как бы эндемичные растения были введены в этот сад для того, чтобы этому регулярному и, в общем, формальному саду придать, ну, такое характерное, ну, как бы американское звучание. И вот, скажем так, как он используется с сегодняшней Читой, есть фотография, например, предыдущего президента, когда он выходит из овального кабинета под цветущую магнолию, тоже растение эндемичное. И это, собственно говоря, магнолия, которая была посажена Банни Мэллон специально для того, чтобы она, чтобы ее видел Джон Кеннеди из окна своего кабинета. Вот. И даже есть такое понятие Rose Garden Strategy. Это важные мероприятия, важные мероприятия для американской администрации, важные политические заявления, либо важные встречи, которые проводятся не на большой публике, а непосредственно в этом частном, таком очень интимном саду, да. Ну, это была, ну, как бы это знаковая работа Банни Мэллон. Она существует до сих пор. Этот сад существует в том виде, в котором он был задуман ею. И после убийства Джона Кеннеди, если у меня есть фотография, я попробую ее найти здесь. Одну секундочку. Банни Мэллон занималась, ну, такой у нее было довольно-таки, ну, как бы грустное задание. Она занималась флористическим оформлением могилы. Вот, да, есть эта фотография. Она занималась флористическим оформлением всей церемонии и похорон. А, я не знаю, я думал именно могилы и церемонии похорон тоже, да? Всей церемонии, да. Ну, то есть, они были настолько близки, что после того, как Жаклин Кеннеди покинула официальную резиденцию, их семейный дом Кеннеди, Марта's Vineyard, тоже оформлялись, сады тоже оформлялись, вот эта фотография, да, сейчас называется Кеннеди Country Gardens, сады в этой резиденции, они тоже оформлялись Банни Мэллон. И вот вы здесь видите вид этой резиденции сверху. Да, Марта's Vineyard, чтобы было понимание, это побережье Атлантического океана, да, что Аттенассачусетс, такое роскошное-роскошное место, вот, и вот там сверху это уже начинается океан. Да, и если вы посмотрите оформление парка библиотеки Кеннеди, ну, это такой, в общем, модернистская постройка и совершенно нерегулярный, а модернистский парк 60-х годов, ну, это такая довольно-таки редкий пример парка в стиле mid-century modern, как бы мы назвали. Ну, в общем, вы просто забейте в Google президентская библиотека Кеннеди и посмотрите, как сформирован парк вокруг нее. Этой работой также занималась Банни Мэллон. И, помимо всего прочего, она занималась оформлением River Farm. Это резиденция ассоциации огородника, американского садоводческого общества. American Horticultural Society. Да, 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 да. Вот эти фотографии. Вот этот замечательный, в таком английском стиле, в стиле таких камерных английских садов, которые всегда находятся при большом парке. Абсолютно великолепная. Ну, тоже, видите, вот это естество, вот эти лавочки, вот эти вот дорожки, вымощенные кирпичом. Этот же кирпич у нее был использован в ее прихожей в доме. То есть, вот сейчас понятно, что все вот эти интерьеры, да, это, по-моему, ее дом в Нью-Йорке. Все вот эти вот интерьеры, которые у нее были, это все как бы прелюдия, прелюдия к выходу в сад. Ну, собственно говоря, да, вот ее нью-йоркский дом, баскет-рум, это прелюдия к выходу в вот такой сад, регулярный, с эвелисками, с беседками. Ну, конечно, это такой маленький садик, да. Для Нью-Йорка это очень большой сад, это дом в две ширины домов, да, это не одна ширина дома, это дом занимало как бы два дома. Вот, поэтому для Нью-Йорка это очень большая территория. Но в реале, по сравнению с гигантскими площадями других домов, это малюшенький-малюшенький такой садик. Да, но, в общем, сад всегда присутствовал в ее жизни, и вы видите, да, что как бы весь интерьер дома, можно сказать, что он целиком подчинен саду. И даже если вы будете рассматривать ее интерьеры, будь то это Кейп-Кот, будь то это дом в Вирджинии, будь то это Нью-Йоркская резиденция, они все, ну, по интерьерам они очень схожи. Они все такие, вот совершенно правильно сказал Кирилл, французские, немножко Прованс. И, ну, как бы они такие очень простые и, ну, как бы доступные, и нельзя их назвать официальными. Да, вот. А сейчас мы с вами... Нет, это прям совсем неофициальные. Это очень такие расслабленные, простые интерьеры, как будто бы не было декоратора вообще. То есть, как будто бы... Да, вот эта фотография ее дома, как называлась резиденция, Oyster Harbor на Кейп-Кот, это фотография до того момента, как американский дизайнер английского происхождения Кэтрин Ирланд переоформил интерьер для своих заказчиков. Сейчас, одну секундочку, я вам пришлю сейчас такую более, ну, как бы обновленную, это уже современная фотография. Вот очень типичная такая, да, вот то, что Алексей сейчас показывает. Да, все такое немножко пошарпанное, чуть-чуть облезлое, вот такое вот все это, такая типичная. Да, Кэтрин Ирланд, как бы так, она, этот дом был приобретен новыми владельцами, дом Банни Меллан. И Кэтрин Ирланд, она отнеслась к нему с большим уважением, и практически все было сохранено, либо то, что доделывала она, ну, в общем, она тоже разделяет эту эстетику такую, расслабленного, загородного, европейского дома. Она как бы поддержала ее просто немного, ну, как бы додекорирует этот интерьер. А вот, собственно говоря, фотография Кейп, по-моему, да, это фотография Ойстер Харбор в Кейп, в Кейп Код парка с характерными комнатами для летних завтраков, комнатами для садовых инструментов. И вот эта фотография, одну секундочку, садового павильона, обратите внимание на форму этого павильона, эта форма павильона была заимствована из резиденции, из павильона, одного из садовых павильонов в резиденции Маунт Вернон. Резиденция, да, здесь не очень видно, да, наверное, вот. Вот в резиденции, если я не ошибаюсь, Джорджа Вашингтона, правильно, да, вот этот тот самый павильон. Это не Джефферсон резиденции, да? Нет, Вашингтона, по-моему, да. Вашингтон, да. Да, ну, собственно говоря, такой главный, главная американская резиденция, да, главный павильон. И вот эта вот книга Вашингтона про сады, которую он сам написал, у нее вот в коллекциях как раз-таки присутствует, после этого вся коллекция книг была передана государству. Да, но обратите внимание, что это садовый павильон, а в парке Маунт Вернон данные помещения, они имели вполне утилитарный характер и представляли собой как бы садовые туалеты. Вот, так что Банни Мэллон очень тонко заимствовала форму, совершенно с другим наполнением, но, тем не менее, в XVIII веке это было вполне утилитарное помещение. Еще одна резиденция на Антигуа, ее дом. И этот дом тоже, у этого дома также такая же счастливая судьба. Конечно, он такой еще менее формальный, еще более расслабленный, еще более коктейльный. А вы знаете, Алексей, я вот здесь такой вопрос задаю. Из какой она семьи? Почему такое пристрастие пристрастие к простоте и старине? Мне кажется, это такой хороший вопрос. Вот именно почему такое пристрастие? Все-таки она как бы выросла в окружении, во-первых, европейской культуры, такой паневропейской, и воспитывалась на лучших образцах европейского искусства. И, конечно, это не могло не, ну, как бы, наверное, не сказаться на ней. Ну, хотя, конечно, как бы Банни Меллон была замешана в нескольких крупных скандалах. Да, если там почитать и покопаться в ее репутации, например, с финансированием. Нет, мы все-таки не забываем, как бы, кто был ее муж и как бы состояние их семьи. Поэтому, конечно же, как бы скандальные истории присутствовали. Я думаю, что просто, чтобы было понимание, мне почему-то кажется, что это как бы простой ответ, значительно проще, что просто это и есть ее сущность. Да, наверное, это и есть ее сущность. Вовлечение садами, вовлечение этими огородами. Да, это не просто сады, да, это не просто регулярные какие-то рафинированные французские сады, как у Валентина в этом шатое Вильдовиль под Парижем. Да, это именно сады, огороды, это какое-то естество. Это, вот, мне кажется, это немножко возвращение как бы до того, что было до Людовика XIV. Да, это такое вот именно очень, как бы это все своими руками, она все это делала, она активно принимала участие, это все... То есть она была, помимо всего прочего... Это земля, да? Ну, то есть это... Да, она была садовником, да? Она была сама садовником, то есть, да, за этими садами ухаживали, конечно, но она непосредственно работала сама в саду. Это действительно такое, ну, как бы такой человек естественный, возвращение вот к этой теории. Да, но чтобы мы понимали, это не серия Джейн Рейтсман, которая выходила у себя в каком-то маленьком садике в Фраун-Бич, и там срезала для своего утреннего букета там несколько каких-то розовых кустиков, и после этого миленько компоновала это все у себя в столовой задекорирован Джон Сен, и после этого уходила. Нет-нет, это была именно садовая история, это прямо с землей, она копалась в земле, это она пересаживала цветы, она их постригала, то есть это такое прямо, знаете, засучив рукава, это такая грязная работа. Поэтому, мне кажется, вот это все, оно, да нет, в хорошем смысле, это вот вы, ну, это как бы взаимодействие с природой, поэтому... Это такой человек естественный, да. Да, любовь к искусству, просто это наложилось так, то, что с этим совершенно богатейшим мужем и широченными возможностями, да, вот эта любовь к искусству, вот эта феноменальная Роско, все эти, все эти Сезанна и Ван Гоги, это все сочеталось вот абсолютно с ее сущностью, да, и вот это вот, если у Морелла Аньеля это была рафинированная история, и вот эта плетеная мебель была всегда туда вставлена рядом с какими-то предметами 18, золоченными предметами 18 века и русскими консолями 18 века, да, то есть здесь это все было очень простое, это было абсолютно прелюдия к саду, то есть эти интерьеры, они не самоценны, а это все как либо до того, как выйти в парк и в сад, либо после того, просто как бы чуть-чуть, как бы просто перегде-то побыть, да, это все на самом деле о парке. Обратите внимание, да, вот этот интерьер дома на Антигуа, какой, ну, как бы, какие подобные, как выбраны цвета, да, как весь интерьер поддерживает Ну, тоже очень такое, такое очень французское, посмотрите, вот эти вот белые чехлы на вот этой мягкой мебели, очень такой же ванши под Парижем, и все такое естество, да, это все естество. Но сам сад выглядит, конечно, очень, ну, как бы сам сад, конечно, полностью соответствует природе, да, он такой экзотический, он очень строгий, насколько это возможно, вот эти там ромбовидные стриженные кусты, которые мы, кстати, видели в розовом саде, в саду Белого дома, такой очень, очень характерный прием для садового искусства Банни Мелон, и будь то это растение эндемики в Америке, либо это эндемики на Карибских островах, да, им придавалась такая, ну, по возможности, некое такое, ну, как бы чуть более формальное звучание в саду, в то время как интерьеры-то были абсолютно вот такие расслабленные, и, конечно, вот этот садовый павильон, где Банни Мелон сама работала, я не знаю, найду ли я здесь не очень хорошую фотографию, но этот дом приобрела Тори Бердж, и чувствует себя в нем, ну, наверное, так же хорошо, как когда-то, как когда-то Банни Мелон. Вот знаменитая, да, вот это вот Тори Бердж в своей знаменитом холле прихожей в доме в Саут-Хемптон, опять-таки, вот стол джеканетой, обращаю внимание, все, все джеканетой, у Банни Мелон тоже было очень много джеканетой, уже в Анши было очень много джеканетой, и вот эти опять горшочки, да, опять вот эти топиары, все всюду горшочки, и всюду сизаливаются. Очень интересно, как, очень интересно, что Тори Бердж вот неспроста приобрела резиденцию Мелонов на Карибском море, потому что даже в ее доме в Америке у Тори Бердж мы видим то же самое звучание стилистики Банни Мелон, так что я думаю, что, наверное, вот как бы неспроста это все произошло. Был ли у нее большой штат садовников? Да, конечно, у нее был огромный штат садовников, поскольку домов и этих садов было очень много, поэтому, но она прямо сама же принимала активное участие, активное участие. Да, но как бы понятно, что она заказывала садовую форму для себя, ту форму, в которой мы ее видим, она заказывала ее у Баленсиага, он специально для нее шил все ее садовые костюмы, хотя она, конечно, могла заказать садовую форму и у Берре де Живанши, но все-таки, наверное, Баленсиага с его авангардным кроем для садовых работ, наверное, подходил больше. Но с Берре де Живанши они, конечно, тоже очень дружили. Я так понял, что именно Берре де Живанши посоветовал, собственно говоря, вот эта тема Версальского огорода, она вся осуществилась, поскольку Берре де Живанши, по-моему, возглавлял некое общество либо какой-то фонд, что-то связанное в Версале, через которое она... он возглавлял, да, музейное, как бы, да, что-то было какое-то музейное сообщество, музейное объединение, вот, и Берре де Живанши пригласил ее участвовать в восстановлении того самого огорода короля, историей которого она вдохновлялась, когда она еще была совсем маленькой девочкой. она спонсировала, весь этот огород спонсирован Банни Меллан в Версале. Да, сейчас мы увидим объем работ, но пока у Берре де Живанши, у Банни Меллан была собственная комната в доме Берре де Живанши на Капфера, вот, и Банни Меллан помогала ему в работе над парком, парком его собственной резиденции. Это фотографии из книги, это вид на его шато, и, собственно говоря, такой тур де форс, это огород короля, который, конечно, был полностью уничтожен во время французской революции, лишь там в XIX веке на месте огорода короля начала работать сельскохозяйственная сельскохозяйственная школа в Версале, и, в общем, к тому времени, когда им начали заниматься, он находился в плачевном состоянии, но просто, чтобы вы понимали масштаб работ, есть несколько фотографий этого огорода, это не парк, повторюсь, да, это абсолютно утилитарная вещь, это огород, который поставлял продукты к Версальскому двору. Вот восстановлением всей этой изначальной планировки по, повторюсь, по поместью, по, которая создавалась по чертежам Жанна-Батиста Де-Кентиньи и занималась Банни Мелон и, собственно говоря, финансировала все это. Слушайте, Алексей, она говорит, что с нами не хотят расставаться. С нами не хотят расставаться, но Банни Мелон все-таки рассталась с нами, и вот ее дом, который тоже находится на территории этого поместья Уокфарм, где, насколько я понимаю, она умерла. Дом был построен в 1941 году Мелоном. Вот он был недавно продан как часть этого поместья и, собственно говоря, вся ее коллекция. Вся коллекция вот этих вот майолики, вот этих вот в виде капустных листьев, вот этой всей посуды, роскошнейшая, роскошнейшая посуда. Четыре тома каталога Сотби, пять дней, пять дней. Кирилл, а может быть, мы сейчас запустим еще эфир буквально на 15 минут, чтобы мы договорили, чтобы мы не прервались. Пять дней торгов, 200... А вы знаете, мне кажется, он уже не прерывает, его продлили, теперь можно больше, чем час, мне кажется. Да, мне кажется, его не надо передапускать. Сейчас мы проверим. То есть, если мы сейчас прервемся, мы заново запустим. Да. 215 миллионов долларов, если быть точными, пять дней торгов, четыре тома, их можно, я думаю, найти где-нибудь на ebay, вот. Поэтому, для того, чтобы как бы вдохновиться ее миром, я думаю, что вы можете посмотреть, во-первых, каталоги Содби, во-вторых, для того, чтобы побольше узнать о американских садах, можно почитать такую книжку All the Presidents Gardens, посвященная садам американских президентов, садам и огородам. И огородам, да. И для того, чтобы побольше узнать о жизни Банни Мелон, нужно почитать вот эту книжку Банни Мелон The Life of an American Style Legend. И, конечно, ой, здесь не видно, не видно, не видно, но вы просто вбиваете в Google и вам высвечивается книга, посвященная садам Банни Мелон. Вот фрагменты этой обложки. Так что я думаю, что вы найдете возможность ознакомиться с этим и вдохновитесь вот такими простыми интерьерами и на самом деле простыми, очень простыми садами. Да, это колоссальные резиденции и колоссальные сады, но все это как бы и формально и неформально. Да, она вдохновлялась французскими регулярными садами, но скорее она вдохновлялась не перспективами Ленотра, да, а огородами Кентиньи, вот такими, да, формальными, но очень простыми, да, выстроенными по формальному плану, но внутри как бы не такими изысканными, а очень функциональными. Вот, наверное, вот, наверное, какой, какие сады были у Бани Мелон и какой, наверное, была она, наверное, была она сама. Вот. Я, вы знаете, я хотел, просто у нас сегодня последний пятый вечер, да, и мы говорили, в общем, об очень интересных персонажах, да, и к ним пришли виртуальные гости, да, к этим персонажам, но вот мне хотелось бы какое-то такое маленькое резюме, во всяком случае, как бы, наверняка, какая-то польза же от этого должна быть, не только какая-то историческая информация, веселенькая поставим вот такая вот, да, это вот это вот, собственно говоря, вы идете в сторону вот этой вот, вот сюда. Вы выходите отсюда и, да, и видите вот это. А, нет, это вид на павильон, это вид на павильон. Это вид на павильон, да? На павильон. Я хотел сказать, чтобы вот побольше как-то, во-первых, чтобы не стесняться каких-то собственных желаний, чтобы даже если и как-то вот в интерьерах, мне кажется, идея смешивать какие-то неочевидные какие-то предметы, используйте, да, используйте плеченую гибель, да, привет нам всем вот по поводу мебели. Может, но это дешевле. Вот, пользуйте плеченую гибель. Без вайфая не тянет, простите. Сочетайте какие-то необычные. Алло, да, Алексей, слышно что-то, да? Да-да-да. Да, да, вот плеченая мебель, какие-то естественные, необычные сочетания, необычные сочетания, какие-то цветы в горшочках, глиняных, не все должно быть идеально, да, больше жизни в интерьерах, да, книги, что-то личное, какие-то необычные сочетания, которые не всегда идеально сочетаются на вот этих вот презентациях, подачах, да. Да-да. Вот что я хочу сказать. Не бойтесь самих себя, да, не бойтесь самих себя, не бойтесь жизни в интерьерах, не бойтесь личности в интерьерах, не бойтесь, если вам не нравится какая-то вещь, убедите клиента это купить, даже если вы не знаете, куда она идет, да, как бы если предметы красивые и какие-то вещи красивые, вещь всегда найдет место в интерьере, да, Да, сочетайте и как бы вот, и мне кажется, побольше немножко интуитивного какого-то подхода, да, не нужно быть доложником каких-то вот этих идеальных презентаций на каких-то планшетах, где все идеально совпадает, да, то есть что-то вот именно роскошь вот этих всех интерьеров, которые мы говорили, в каком-то таком чуть-чуть неидеальности. Даже Стефан Будан при всей своей своей выберенности, да, это все равно роскошь каких-то необычных либо сочетаний цветов, либо это у Морелла Аньели роскошь феноменальных каких-то сочетаний современного искусства, нереальных предметов, антикварных предметов и какой-то плетеной мебели. Либо это как у Бруки Астер, это просто жизненная какая-то история, где Париш Адли создавала как будто бы вот просто про комфорт, да, как бы такая вот тема. У Валентина это какое-то буйство орнаментов и тоже плетеная история и все про какую-то вот визуальную роскошь и роскошь комфорта, да. Как бы Бами Меллан немножко в другую сторону естество и такая именно простота, но опять-таки в сочетании с феноменальным искусством, ну, для этого не нужно иметь феноменальное искусство, чтобы сделать вот такие как бы какие-то вот шторы без подкладки. Мне задавали вопрос, а это практично, шторы без подкладки? Ну, знаете, наверное, не очень практично, да, наверное, если как у Морелла Аньеля в столовой в Нью-Йорке это пурпурный какой-то шелк, понятно, что там годы через три, наверное, он выцветит. Но если это у вас какой-то белый лен, как вот сейчас у Бами Меллан, да, вот это просто какой-то белый полосатый лен. Просто естество ткани, просто ее подхватить наверху и она просто, естественно, не спадает. Какие-то красота, какой-то вот такой вот простоты и не всегда нужно долго над этим думать. Да, вот мне бы хотелось бы, чтобы наши эфиры как-то чуть-чуть вот просто вот люди, конечно же, нужно все это посмотреть. И я бы хотел бы, чтобы, если мы с Алексеем вызвали интерес к этим персоналям, люди могут просто в Гугле все это как-то посмотреть. И после нашей презентации, которую еще раз повторюсь, кирилловдорн.ру, вы можете пойти зарегистрироваться. И мы вам вышлем все вот эту презентацию про Бами Меллана. Если вы уже зарегистрированы, то вы ее получите. Но просто чуть-чуть как-то расширить кругозор и поверить в себя. Мне кажется, когда вы поверите в себя, тогда и люди вокруг поверят в вас. Если вы будете верить вот в эти сочетания, в эти необычные какие-то истории, да, то это как бы оно будет красиво. Вот. Поэтому всегда в любом случае экспериментируйте, да, поскольку все эти люди, они все в любом случае экспериментировали. Вот как бы мысль, которую я хотел сказать. Ну да, и конечно мы показываем эти интерьеры, ну как бы, понимаете, в этих интерьерах, наверное, очень много, ну как бы старого мира, да. Когда у людей было время задуматься над тем, не только деньги, да, но и время задуматься над тем, как создать тот интерьер, который будет существовать очень долго, да. И, понимаете, вот эти дома, да, при тех возможностях у людей, про которых мы говорим, да, они могли, наверное, менять эти дома как перчатки, да. Приглашая то одного декоратора, то другого декоратора, вот, и постоянно переделывая, но такого, ну как бы на самом деле не было. Это такой очень, как сейчас модно говорят, sustainable design, да, вот. Это сделано раз и навсегда, да. Ну, опять-таки, да, все эти люди, они по 30 лет жили, по 40, по 50 лет они жили в одном и том же доме, да, то есть это вот именно такая очень личная семейная история. Да, поэтому, да, наверное, сегодня такие интерьеры, ну, наверное, не создают, либо про них не так много говорят. Хотя, конечно, создают и в таких интерьерах живут люди и сегодня, но вот те идеи, да, цветовые сочетания, приемы расстановки мебели, приемы компоновки мебели, приемы обивки мебели, использования тканей в интерьерах, которые вы можете, которыми вы можете вдохновиться и, да, наверное, повторить, конечно, в уменьшенном варианте, но, тем не менее, да, это просто абсолютно бездна идей, которые живы и до настоящего времени, и, в общем, ничего нового-то не придумано. Ну, мне кажется, основное, чтобы в интерьере была какая-то видна личность, да, и не бояться простоты, да, не бояться именно вот это, то есть вот это вот мы сейчас смотрим, да, это просто какие-то белые диваны, какие-то белые кресла с какими-то длинными чехлами, все с этими сезалевыми коврами. Вот те самые столы Джекаметти, да? Да, столы Джекаметти, да, конечно, очень приятные, столы Джекаметти, тысяч по 250 долларов каждый, как журнальный свой столик, но это не об этом, это не об этом. Это просто о простоте форм и о каком-то естестве. Именно конкретно, если мы говорим про Бонни Меллан, да, мы также можем говорить про какую-то совершенно дворцовую историю Джейн Райтсман, да, но это, если кто-то почитает какую-то суть, такую очень выверенную классику, пожалуйста, мы можем вернуться к Джейн Райтсман со всеми нескольких кварталов, да, вот в аминаланной ёлке, и там это ощутительно, там это роскошь каких-то фактур и тканей, роскошь каких-то форм и каких-то антикварных предметок и мемых, да, но в любом случае это всегда красота каких-то сочетаний, либо это цвет, либо это фактура, либо это какие-то простые формы естества, тем не менее это очень личностный интерьер, поэтому вот я призываю не к выверенным интерьерам, а вот каким-то, чтобы вот там была видна вот личность и ваша, каждый характер, да, и личность клиента, сколько в них клиент, как-то говоря, и будет жить. Интересно, я вспоминал, вот сейчас вспомнил, когда вы упомянули об этих интерьерах, когда ты идешь вдоль центрального парка, можно просто смотреть в окна, и в окнах вы увидите предметы и элементы обстановки, да, которые, ну, во многом напоминают до сих пор, да, те интерьеры, которые мы с вами рассматривали. Вот, пожалуйста, собственно говоря, квартиру Джейн Рейтсман на третьем этаже, вы просто идете и вот. Смотрится, да. Интересно, интересно, что когда Жан-Мишель Франк оформлял вот эти апартаменты Рокфеллеров, да, ну, это как культовый интерьер, да, он существует, ну, как бы в том, практически, ну, я не знаю, он просто существовал до 96-го года, пока квартира не была продана, вот, и, я не знаю, сохранилась ли там первоначальная деятельность. Да, часть квартиры, которую сделал Жан-Мишель Франк, это было для Нельсона Рокфелла 812 5-я авеню, это два квартала от Джейн Рейтсман, мы все время путешествуем по Нью-Йорку, да, не очень далеко ходим, буквально три квартала вверх, три квартала вниз, далеко не отходим. Вот, та квартира, часть квартиры была продана женой Нельсона Рокфелла, а ту и квартиру, часть, которую она себе оставила, потом Пэра Шадли декорировала ее для нее. То есть, видите, как все это переплетено. Да, но что интересно, то, что, как бы, вот, буквально, там, недавно, в каком-то, в десятом году было, где-то я видел интерьер каких-то представителей семьи Рокфеллеров, молодых, да, вот, вот, вот эта схема декоративная, которая была предложена тогда еще Жан-Мишель Франком, да, спустя практически 100 лет, да, 80 лет, она была во многом повторена в новом интерьере, да, вот насколько, как живы эти идеи, да, ну, и если мы посмотрим вот на этот интерьер, да, в общем, ну, насколько он современ, современен, да, такое безабелляционное использование мономатериалов, моноцвета, вот, и все очень лаконично и выглядит, конечно, вы меняете просто несколько предметов обстановки, да, для того, чтобы, ну, придать этому интерьеру прям совсем актуальное современное звучание, и он, в общем, не требует никаких изменений, хотя прошло, внимание, 40 лет, да, это 80-й год. Тогда мы со всеми прощаемся, всем хорошего вечера. Друзья, спасибо вам большое. Хотим еще? Вот. Пока, да, вот. Я всех поздравляю с окончанием изоляции, да, и поэтому те, у кого есть возможность поехать на дачу, у кого есть какие-то маленькие сады и огороды, помните об Анне Мелон, помните о глиняных горшочках, помните о том, что чем больше мха на этих горшочках и плесенье, тем лучше, носите их в дом, да, и цветы в доме, живые цветы Морел Ланьели и плетеная мебель, плетеная мебель. Каждому по плетеному стулу, Алексей уже есть плетеный стул. Все, поэтому Алексея мы... Спасибо большое, можно перевозвращать... Алексей выполнил задачу на это лето, у него же есть цветеный стул. Да, и не один, между прочим. Так, а я, друзья, вот отправляю всех в сад, а вот желаю всем наслаждаться прекрасной погодой. Вот вопрос, смотрите, про мой курс, прям минута-минута, у меня есть курс, замечательный, роскошный курс, я прям фанат моего курса, да, это декораторский курс, там он доступен на kirillastonem.ru, я на самом интересном... На самом интересном месте, да. Вот, поэтому третья история, это третий урок в нашем курсе, это как с помощью декорирования создать внутреннюю архитектуру, да, это вот мы немножко чуть-чуть на тему того, что мы увидели у Морел Ланьели, да, на ее вилле Frescote, где они с Франсом и Джардина, да, путем внутреннего декора и каких-то панелей всего создавали какую-то внутреннюю симметрию, да, не архитектурным способом, да, а с точки зрения именно декорирования. Четвертая тема, это бюджетное декорирование такими какими-то очень несложными и недорогим способом создать какой-то эффект из серии, там как повысить как-то пространство, то есть как с точки зрения, там как покрасить стену, в общем, очень интересно. А пятая серия, это пятый урок, это общение с клиентом, я там очень много говорю про эту историю, вот, и источники вдохновения, как эти источники вдохновения применить практично в реалии, в существующей жизни, поэтому очень-очень интересно. Общий курс 150 минут, это, в общем, небольшой курс, 150 минут считается так, нормально, осязаемо, вот, поэтому кириллостомин.ру и вот регистрируйтесь, покупайте курс, он прямо вот очень клевый, очень клевый. Там есть отзывы о моем курсе, в общем, такие положительные. Мне он очень нравится, прямо очень нравится, там ролик, и там можно бесплатно послушать один урок, и, в общем, он мне кажется, очень полезный. Поэтому кириллостомин.ру, 4,5 тысячи курс, вот, поэтому это то, что я хотел сказать. Ну что, а Банни Мелон передает из райского сада, нам, наверное, тоже привет, улыбается, и вот, я думаю, что это вот как раз Баленсиага, рабочая форма, так что, в общем, жизнь продолжается после карантина. Смотрите, мы прощаемся, видимо, как-то, что в будущем, увидимся, мы не знаем когда, но мы явно увидимся с Алексеем и нашими слушателями. Ну, в общем, друзья, все в сад, на природу, наслаждаемся, и, кстати, ждем выхода июл, летнего даже, я бы сказал, номера, или Декорейшн, который будет посвящен загородным домам. Вот уже на следующей неделе он появится в продаже, и его можно будет уже купить физически и не заказывать через онлайн, хотя бы через онлайн тоже можно. В общем, все на улицу, все в магазины общаться, дружить и пить коктейли. Все, тогда всем, всем хорошего вечера. Да, Алексей, спасибо огромное. Всем хорошего вечера, спасибо, Кирилл, до встречи. Да, спасибо огромное, да, пока-пока.